Тигран Рутинян, Спорт24. Дим, к тебе вопрос. Ты не играл с Ираном. Сегодня видел, что у тебя перевязано колено. Как твоё здоровье вообще? Как себя чувствуешь? Будешь ли завтра в составе? Добрый вечер. Колено нормально. Сегодня примем решение. Смогу ли я завтра принять участие в матче? Дмитрий, что, может быть, успели уже изучить по Ираку? Не самая, наверное, яркая команда в плане каких-то игроков в Европе, каких-то популярных, известных. На что, может быть, обратили внимание? И в целом, можно ли говорить, что одно из лучших событий вот этот матч, учитывая, что это просто при своих болельщиках, в том числе вас, для сборной России? Пере тренировку смотрели, разбирали, по какой схеме действует. Георгиевич всё показал, рассказал. Ещё предстоит завтра посмотреть кое-что о сопернике. А по поводу домашней игры, это супер. Давно мы не играли дома, при своих болельщиках и на хорошем поле. Получилось так, что все игры играли на выезде. Есть вопросы, Дима, ещё? Да, пожалуйста. Хорошо. Насколько тогда здесь, всё-таки при своих болельщиках, есть ли больше мотивации всё-таки уже здесь победить, учитывая, что три последних матча, хотя и не так, не прям первым планом был, конечно, результат, но здесь прям можно сказать, что всё вот победить ради своих болельщиков, можно сказать. Получается, если мы играем на выезде, мы не играем для наших болельщиков? Ну, мы всегда стараемся играть и выигрывать матчи, просто не всегда это получается. По поводу мотивации, я думаю, что это не свойственно задавать такие вопросы, и в каждом интервью вы спрашиваете мотивация, мотивация. Мотивация есть, и надеюсь, что у всех. Дим, последние матчи товарищеские играют, играют сборные России с сборными из Азиатской Федерации. Хотел узнать, ты как игрок как оценишь вообще уровень этих сборных? В целом, как тебе показалось, какого они уровня? Ну, если мы не можем выиграть три игры, то, значит, хороший уровень. Ну, и вот, хороший соперник. Вот эти две игры, это очень хорошие игры. И игра с раном – это участник чемпионата мира, если вы не в курсе. Или в курсе, я не знаю, следили вы или не следили. Ну, и рак плюс-минус тоже такая же команда. Байбич Андрей, Спорт24. Дим, РФС анонсировал, что на этом матче будет расширенная трансляция, то есть там с интервью во время матча, и также будут микрофоны стоять возле скамейки. Как ты вообще вот относишься к тому, что… Не нравится ли тебе, что футбол становится такой более открытым, и будешь ли ты, может, немножко сдерживать свои эмоции, если вдруг окажешься на скамейке, зная, что камеры будут рядом? Ну, слышал, я слышал про это. Думаю, что нормально, нормально. Сейчас видите сами, как развивается медийный футбол, поэтому вы уже и нас на это пытаетесь подсадить. Поэтому думаю, что нормально, и послушайте, посмотрите комментарии, и особенно потом посмотрите, кто что говорил, как Георгиевич там кого-нибудь на камеру ругал. Поэтому и кто-то еще там что-то говорил. Ну и хорошая идея. Посмотрим, к чему она приведет. Немного философский вопрос к Дмитрию Баринову. В телеграм-канале сборной России вышло видео, где вы говорите по прилете домой, мы на родине. Что вы вкладываете, какой смысл вы вкладываете слово родины, что оно для вас значит? Родина, что ли, мне значит? Что для вас значит? Ну, комфортно я себя чувствую здесь. Ну, то есть Николай Камличенко сказал после игры, что ему было не очень комфортно выранить? Ну, у каждого игрока что-то есть. Вот могу за себя сказать то, что я сюда прилетел, и сон у меня хороший. Там не так мне спалось. С чем связано, не могу сказать. Поэтому и это не отговорки там какие-то. Просто я так поприветствовал и сказал, что вот мы вернулись в Россию, на родину. Спасибо, коллеги, тогда уже отпустим Дмитрия.